Таисия Деревенчук – единственная девочка в составе команды «Этэски Дима». Позади порядка трех лет тренировок. Сколько раз выходил он на ковер, уже не помнит. Но каждое соревнование для девушки – это победа. Прежде всего, над собой. Больше всего сложно мне морально. Физически я почти что вообще не устаю. Мне надо именно подготовиться морально к соревнованиям, чтобы настроить себя на победу, чтобы занять любое призовое место. То есть не проигрывать. В Бурнауле Таисия стала первой. И самым сложным был поединок за финал. Нелегко лидерство далось и парням. Илья Шевелев и Степан Доставалов выдержали конкуренцию и стали победителями. Год четвертый, третий выступаю. В том году занял второе. В этом прибрал на мастерстве тренировки, какие-то сборы. Каждую тренировку что-то новое изучаем, тренируем. Физическую какую-то форму набираем. Это все равно выкладывается из второго в первое место. Как ступенька за ступенькой кладем. Самое сложное – это все-таки тренировка. Тренировочные процессы на соревнованиях. Просто это как показатель результата наработанного. Ну, турнира я ждал большего. Ну, обычно приезжает на этот турнир больше людей. Семену до победы не хватило немного. Он стал серебряным призером фестиваля. Возможно, сказалась усталость. За пару недель до этого старта парень участвовал в спартакиаде учащихся Сибирского федерального округа в Абакане. И отобрался на спартакиаду учащихся России. Сейчас идет активная подготовка к соревнованию. На этом старте в Парнауле особых соперников не предвиделось. Но нервы постоянные. Потому что мы знаем, что фестиваль из года в год становится все сильнее и больше. То есть расширяет свои масштабы. Поэтому и конкуренция увеличивается. Успех очень большой для такого города, как наш маленький. Там такие... Красноярский край приезжает, допустим, и у них так же бывает. Три победителя, три призера. Так это весь Красноярский край. Мы тут городом Искитимом приехали. У нас три победителя. Один второй, один третий. В Парнауле Искитим представляли восемь спортсменов. Все они воспитанники Владимира Трушина. Тренер уверен, дзюдоисты показали достойный результат.